Со дня на день Тверскую область накроет циклон, который принесет сильные ливни. Об этом нашему телеканалу рассказала начальник регионального гидрометцентра Татьяна Зимина, которая отметила, что мокнуть жители Верхневолжья будут, во-первых, недолго, а во-вторых, не везде. На этой неделе в Тверской области наконец-то установилась нормальная погода, которая и должна быть в последней декаде мая, отмечают синоптики. На их профессиональном языке это означает среднесуточный 13 градусов выше нуля. Это значит, минимальная температура должна быть где-нибудь градусов 6-8, а максимальная 21-22 градуса. В сумме, если мы сложим, если чисто математически разделим пополам, будет 13, чтобы было 13 градусов. В таком комфортном режиме жителям региона предстоит находиться еще пару дней. Осадки, если и будут, то коротковременные и малоинтенсивные. Затем нас снова ожидают перемены, к которым мы уже привыкли нынешней весной. К сожалению, солнечная погода надолго не задержалась в Тверской области. По крайней мере, в Твери, видимо, уже сегодня натянуло облака. А через пару дней регион заденет мощный циклон, который принесет довольно сильные ливни. Правда, они пройдут по большей части в южных и юго-восточных районах Верхней Волжья. При этом особо сильно и не похолодает. А на северо-востоке и вовсе показатели столбики термометров будут без изменений. Так что в кои-то века жители Весегонска, Сандова или Красного холма останутся в стороне от холодов и осадков. Что касается последних, то очередная порция дождей нанесет еще один удар по прогнозам пессимистов. Те на фоне бесснежной зимы вовсю пугали чуть ли не засухой со всеми вытекающими последствиями для природы и сельского хозяйства. У нас переуложненная почва, осадка в 200% нормы выпала в очень многих районах Тверской области. Сейчас пока что мы находимся в такой ситуации, когда как бы и ни пожары природные нам не опасны, ни засухи. Учитывая, что циклон очень быстро пронесется над Тверской областью, на весенне-летнем рубеже у нас установится очень комфортная погода для произрастания всевозможной растительности. А значит, хорошо себя будут чувствовать не только неприхотливые дуванчики, но и сельскохозяйственные культуры, что дает неплохие виды на будущий урожай. Ведь весной день, как известно, год кормят.